Всем добрый день! Я Зеев Рубенс. С Баднбадна продолжаем учиться. 13 принципов веры Рамбома. Как говорится, волков боятся в лес не ходить, поэтому мы продолжаем. Вообще, Талмуд говорит, что еврейский народ, он как овца среди 70 волков. В любом случае, мы продолжаем. Мы на третьем принципе, который говорит о том, что о том, что Бог един, да, значит, и единственного нет подобного, и он бестелесный. Опять-таки, для Рамбома это связанные вещи. Одну секунду. Наши люди из 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 Дешковицы просят пароль. Одну секунду. Смотри, пароль был в письме. Напиши человека, чтобы тебе не отвлекаться. Пускай он пишет мне. Ты можешь перевести. Я уже перекинул. Все, порядок. Хорошо. Хорошо. Итак, значит, мы говорили в прошлый раз, что чрезвычайно интересно и нужно и правильно сравнивать то, что Рамбом пишет поучитель для забудших, и в его главной книге, которая Мишнея Тора. И мы говорили, что мы в первой главе Фундаментальные законы Торы, значит, я коротко напомню, что седьмая, восьмая Галаха, значит, первой главы, объясняется также в Торе в проках, что святой благословен он не телесен и не материален. Это основная предпосылка, как сказано, ведь Господь Бог вошел в небесах наверху и на земле внизу, а тело не может быть одновременно в двух местах. И Галаха 9. Если так, то что означает сказанное в Торе под ногами его и так далее? Мы говорим, мы сейчас находимся в теме антропоморфизмов, а именно человечества Всевышнего. И подобно тому все эти вещи только применительны к пониманию людей, которые знакомы только с телами. Тора же, говорит языком людей, брату, рак, решен, глядам. Это очень важный базисный принцип. Это все иносказания, все подобные вещи иносказания. Значит, и сейчас мы увидим, как рамбом подробно останавливается на всех этих вот иносказаниях. Галаха 9, которую мы немножко пришли, мы говорили, что истина в том, что сознание человека не может постичь его и исследовать полностью, но, однако, это то, что нужно делать, это то, что написано, исследуй Бога, ищи Его, ты понимаешь ли ты Бога до конца, из Йова 11.7. Окей. Теперь мы продвигаемся дальше. Аллаха 12. И так как нам теперь понятно, что Всевышний не тело и не материя, что его невозможно увидеть и к нему непримиримые характеристики тела. Ни сочетания, ни деления, ни места, ни размер, ни подъем, ни опускания, ни право, ни лево, ни сиденья, ни стояния. И не находится во времени, чтобы оно было у него начало и конец, количество лет. То есть у Всевышнего нет ни времени, потому что время всегда есть начало, и также нет конца. И не изменяется, так как ничего, что могло привести бы его к изменению. Здесь кто-то все интересный с моим же, с моим же ником. Натанна, обрати внимание. Окей. Значит, это вот Аллаха очень важная и принципиальная, да, значит, которая вот она отрицает различные, даже не атрибуты, а термины, которые мы применяем к обыкновенному человеку. Рамбам продолжает следующее Аллаха 13, и неприменимы к нему понятия смерть и жизнь, в том смысле, в каком живо всякое тело. И не глупость, и не мудрость, как мудрость мудрого человека, и не сон, и не бодрствование, и не гнев, и не веселье, и не радость, и не грусть, и не молчание, и не речь, подобная человеческой речи. Как говорили мудрецы, нету наверху ни сидения, ни стояния, ни тыль на стороне, вот то, что мы говорили, что, опять-таки, мы потом увидим концепт Рамбам относительно атрибутов Всевышнего, что он отрицает, да, концепт отрицательных атрибутов. Здесь же, опять-таки, концепт отрицательных описаний, которые применены к человеку, но не применены к Всевышнему. Аллаха 14, если так, то все такие, подобные этим высказывания, встречающиеся в Торислав Пророках и на сказаниях, да, то есть, обратите внимание, Рамбам не употребляет слово метафора, да, то есть, хотя он часто будет про это говорить, а именно на сказания, мы увидим, что на сказания это одно открыть и два скрыть. Поэтому это не просто параллель, которую действительно человеческий язык использует, это также, чтобы что-то дать понять и одновременно скрыть. Таким образом, все и на сказания, как, например, во фразе «Сидящий на небесах возвеселиться» в Салмы, «Или гневили меня своими естественными поступками дворим, когда радовался Всевышний и так далее?» И обо всем этом сказали мудрецы. Тора говорит языком людей, ведь сказано в одном месте «Меня ли вы гневите, не самих ли себя?» Иермиял, а в другом месте «Я Господь не изменился» «Рок Малахин. «А если бы был в один момент зол, а в другой радостен, то изменялся бы». Поэтому свыше нет ни радости, ни грусти. Все подобные вещи относимы только к жалким переходящим телам, цитаты из Йова, живущим в глюнных домишках, стоящих на прахе. Мы это читали, когда изучали книгу Йова. Но он благословенный, выше и величине всего этого. Это общее введение, которое Рамбам дает относительно очеловечивания Всевышнего в Писании. В скобках во второй главе немножко прочем Павла Валахот, значит, Рамбам высказывает свои взгляды на материю и на ангелы. Глава вторая, третья Аллаха. Все, что создал Святой Благословен в своем мире, разделяется на три части. Есть три типа творения. Первое – создание, состоящее из материи формы, например, человек сейчас Рамб объяснит, которые постоянно появляются и исчезают, как, например, тела человеческие, тела животных, растения и металлы. То есть, материя и форма одновременно. Группа вторая – создание, имеющее форму и материю, но не изменяющиеся ни в форме, ни в материи, как первый. Скажет, что человек меняется, рождается, растет, умирает, а материя их постоянно в данной форме навеки. Это небесные тела, сферы которые в них и форма, это не похоже на другие формы, материя их не так, как другие материи. Рабба выделяет в отдельное вид творения все небесные тела, это очень важная часть этой таки тогдашней научной картины мира. Третья форма без материи совершенно, и это ангелы. То есть, ангелы – существа тоже нематериальные, потому что они не имеют тела и не имеют материальной оболочки, а имеют только форму отличную одну от другой. У ангелов есть только форма. Сейчас будем смотреть, что Рамбов называет формой. Почему же тогда, если так, то же самое, у нас есть некие описания и человечевания ангелов тоже в Писании. Почему же пророки говорят, что видели огненного или крылатого ангела? Поэтому мы знаем из религии, которые сут ангелов с крылышками. Это сказано в пророческом видении и путем и насказания. Окей, то есть, здесь есть два ответа, это не то же самое, пророческое видение и насказание, разные вещи, чтобы дать понять, что он ангел, не тело, не обладает тяжестью, как материальные тела, как сказано, ведь верь Господь твой Бог, Он огонь пожирающий. Увидим, что такое огонь относительно Всевышнего сегодня. А на самом деле Он, Всевышний, не огонь, но это и насказание. И так же сказано, делающие посланниками своими ветра служители своим огонь пылающий. Это цитата из псалмов, в которой мы говорим на Рашхуде, что на месяц мы встречали у Йова, там есть разные виды ветра. Аллаха 6. То же, что мы сказали уровнем выше, разные уровни про ангелов, не имеется в виду уровень места. Как будто речь идет о человеке, сидящем выше товарища. Это не эта картина, это не кто-то сидит на первом ряду, кто-то на 21. Но это, как говорят, о двух мудрецах, один из которых более мудр, чем другой, неважно, кто где сидит, на каком ряду. Один более мудрец. Есть мудрец, есть более мудрец, более крутой. И это так говорят в мудрецах, один, который более мудр, чем другой, он выше уровнем первого, и так говорят о причине, что оно важнее следствия, что он мудрее. Аллаха 7. Имена ангелов изменяются в соответствии с их уровнем, выше-ниже. И таким образом, те, что называются, далее идут название на иврите с переводами «Михайот Акодыш», «Святые животные», «Выше всех», «Далеофаним», «Круги», «Арелим», даже не знаю, как перевести, «Хашмалим», «Электрический», «Срафим», «Малахим», «Посланцы», «Энуим», «Бнейлуим», «Крувим» и «Ишим». Это все название на иврите, все это подчеркивает разную ступень ангелов, да, значит, не их физическое место положения. Все это десять имен, которые мы назвали ангелов, это название десяти их уровней. Ангелы тоже структурированы в определенную ираль. И ступень, выше которой нет, кроме уровня Бога, Благословия Нон, это ступень структуры называемых «Хайот», животные, «Святые животные». Поэтому сказано впрочем, что они подножия трона. Видим, что Рамбан пишет про трон всевышний. А десятая ступень, это уровень структуры называемой «Ишим», то есть люди в дословном переводе, это те ангелы, которые гадят с пророками, которых те видят в пророческом видении, поэтому называется «Ишим», так как их уровень близок к уровню человеческого сознания. Следующий Аллаха, Аллаха 9. Все эти формы живые и знают Создателя. Все живые формы знают Создателя. Те ангелы. Уровень сознания и постижения его очень велик. Каждая форма соответствует своему уровню. Мы видим, что у людей тоже есть разные уровни. Есть уровень простых людей, поэтому писание греческим языком. Есть уровень людей, которые немножко понимают. Есть уровень людей, которые иногда читают писание. Во второй главе первой книги Рамбан катком прокатывается по одному человеку, спросил его один вопрос. Увидим. есть, конечно же, мудрецы, есть люди, которые даже из намека понимают разные вещи. Поэтому все формы живые понимают Создателя, но по-разному. Все существуют, все существующее, кроме Создателя, от ангелов из высшего уровня до нижайшего уровня маленького комара в земной расщелье, от самого верха до самого низа, существует в силу истинности его существования. То есть все существование всех миров, всего живого, всей реальности это функция, зависимость существования Всевышнего. И так как он знает себя, величие, славу свою, истинность свою, то знают все, то знают и все. И нет вещи, которая была бы от него скрыта. Это вот вопрос, который опять-таки мы разбирали в книге Йова. Йов этим поначалу занимался вопросом знает ли Всевышний про его страдания и что на него нашло. Двенадцатая Аллаха. Всевышний Благославянон знает свою истинность, так как она есть. Идеальное знание. Знание его не является чем-то внешним по отношению к нему, как наше знание. Наше любое знание внешнее. Мы изучаем что-то. Тогда исключение из этого что-то интуитивное, когда мы интуитивно что-то поняли, это внутри нас. Но опять-таки мы ищем всегда подтверждение нашей интуиции. Любое знание от правописания до сложных наук, это знание приобретенное с течением времени, соответственно, оно внешнее. Включая также познание о Святом Писании и в Торе в целом. Но создатель, его знание, его жизнь это одно. С любой стороны и с любой точки зрения. Это значит, что у Всевышнего нет эйбесов, нет аспектов, они все едины. Ведь если бы он жил жизнью и знал знание человеческое, как бы внешнее, то мы имели бы много богов. Да, это вот предположение, презумпция у такалин, исламских рационалистов. Рассмотрим идею, что богов два или больше. Он и жизнь, его и знание, его создатель, един с любой стороны всеми возможностями единства. Это вот пункт, что Всевышний един неделимым единством, даже не на уровень, если мы разберем любой предмет материального мира, нор и молекул, Всевышний неделим. И мы говорили про Троицу на прошлом уроке, значит, что там есть некая проблема с единством Всевышнего. Тринадцатая лаха. Можно сказать, и знающий, и объект знания, и знание само, это одно и то же. И нет силы у человека не высказать это, не услышать, не пасти сердце во всей полоте. То есть, человек любой не может полностью познать Всевышнего, полностью обрести идеальное знание. Мы увидим относительно Моисея, что Моисей там познал что-то, что никто других пророков не познал. Поэтому Он знает, Он, Всевышний, знает Свои создания не как внешние предметы, как мы знаем, а как самого себя. И это то, что Рамба потом будет цитировать в дальнейших своих принципах веры, что Всевышний знает, о чем человек даже думает, что у него на сердце, так как это знание внутреннее, а не внешнее, не приобретенное, а изначально. И так как Он Себя знает абсолютно, то знает и все, все, что касается Его творения. Ведь всем своим существанием все творение опирается на Мир. Окей, здесь мы остановимся. Дальше Рамбам идет в Масе Берешит, Масе Меркова. Две, значит, особо сложные вещи в Святом Писании. Мы сейчас этим не будем заниматься. Теперь, значит, я хотел показать сегодня как Рамбам долго и терпеливо в книге «Пределитель за лучших» объясняет все вот эти вот антропоморфизмы о человечении Всевышнего. Он посвятил этому очень много глав, ну, так, примерно половину, почти половину первой книги Мурен и Лухим посвящается вот объяснением антропоморфизма Писания. Глава номер один. Один из основных источников антропоморфных представлений о Боге это мобилийский рассказ «Сотворение мира». Самая первая глава, где написано «Сотворение человека по образу и подобию Бога». Здесь Таня уже спросила вопрос на прошлых уроках, а как же человек сотворен по образу и подобию. Это очень важный и центральный вопрос. Рамбам сразу им занимается в первой же главе своей книги, потому что он очень центральный. Мы рассмотрим его отдельно и подробно. сейчас я хотел в целом просто дать картину, как Рамбам объясняет, мы увидим некую систему, логичную систему, как Рамбам объясняет различные эпитеты, которыми антропоморфизмы, которыми Писание изобилует относительно Всевышнего. Итак, на самом деле образ Божий не внешний облег человека, а его субстанциальная форма, то есть интеллект. Это вот активный интеллект. То, что Рамб описал в дальнейшем, во второй и третьей части муримных интеллект назван подобием Бога. Это уже ответ, мы увидим его поподробнее, поскольку способен к постижению непосредственно ничем внешним. Поэтому это короткий ответ. Дальше, глава 3. Различие между словами Тавнит, строение очертания и тмуна, форма, облик. Это очень-очень важная глава. Именно первое строение, очертания относятся только к сфере телесного, физическим телам. Второе фигура, облик, многозначна и может означать как предмет чувства восприятия, так предмет воображения, абстракцию в голове, так и умопостигаемый предмет. Именно в последнем значении говорится о созерцании облика Бога. Это не то, что мы рассматриваем картину, она перед нами, мы смотрим так и эдак. Опять-таки это абстрактное созерцание Всевышнего, оно в Торе называется «смотреть на облик Бога». И пророчество Моисея одна из важных, важнейших тем первой главы Мирану Химии. Глава 4. Глаголы, выражающие зрительное восприятие. На иврите есть, как и в английском, в английском еще больше, есть несколько глаголов, которые мы по-русски переводим словом «видеть». На иврите, например, их три, Рамбам приводит три. Раа, Гибит, Хазаа могут относиться как к телесному зрению, нашему, и к интеллектуальному созерцанию. Именно в последнем смысле говорится о созерцании Бога, о Божьем зрении. Это то, что пророки говорят «раскрылись небеса и видел я Бога, сидящего на престоле славы своей». Как, написано у Хескеля в первой главе. Поэтому вот это «видел Бога» говорится о интеллектуальном созерцании, не буквально. Глава 7. Переносное значение слова «рождение». «Процессы становления в природном мире». Это физический процесс. «Порождение мысли». О, это уже что-то не физическое. «Рождение ученика учителем, приводящего к интеллектуальному постижению». Это что-то еще более сложное. Это вот этот искусственный интеллект. «Сыны пророческие». Это разные пророки. «Рождение ашета по образу Адама». Это первое поколение после Адама. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сам умопостигаемый мир находится вне сферы становления. Человек достигает этого уровня, проходя процесс становления, переживая новорождение. То есть, перевод. Есть процесс становления, когда человек становится стабильным. Есть новое рождение новых поколений. И есть переносное значение смысла рождения. Например, рождение мысли или рождение человека. рождение ученика. Понятно, что учитель порождает ученика метафирически. Он уже родился, у него есть родители, поэтому знаменитая Мишна говорит, что трое приводят человека в будущий мир. Отец и мать в этот мир физически рождают человека, а учитель приводит его в будущий мир. Поэтому здесь есть подобие рождения. Не физическое, а духовное рождение. Глава 8. Метафорическое значение слова места, уровень бытия. Опять-таки в Торе одно из имен, которое называется Всевышний, это место. Маком или Гамаком. Мы говорим после похорон Гамаком и Нахемотхем Всевышний утешит вас. В словом переводе место утешит вас. Всевышний, который находится во всех местах одновременно. Мы говорили, он не тело, он не разделяется. Так вот, это велическое значение слова места, уровень бытия. Применительно к Богу уровень абсолютного бытия. Дальше. Глава 9. Престол. У нас есть престол Всевышнего, на котором он сидит. Есть там разные ангелы вокруг и так далее. Престол указывает на величие его обладателя. Опять-таки этот престол Всевышнего, он в пророках, он не в Торе. В этом смысле говорится о небесах или о храме, как о престоле Бога. Видите, Рамбам растягивает метафору престола Всевышнего, как, например, храм. То есть, храм – это практическое воплощение престола Всевышнего. Таким образом, это вот начало намека на каббалистическую идею, что то, что есть в нашем нижнем миру, есть в верховном миру, есть храм физический внизу, есть храм духовный вверху, есть земной Иерусалим, есть небесный Иерусалим, есть земля Израиля внизу, земля наверху, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть даже некие параллели, то есть, можно подумать даже, что там и наверху евреи есть, и весь мир есть, да, то есть, есть земное небесное, и наш нижний физический Земной мир – это есть некая параллель, некое отражение, вопрос, чье отражение небесного мира. В любом случае, престол этот, опять-таки, небуквальный. Это указывает на величие его глади, на величие Всевышнего. Глава 10. Восхождение и исхождение. В Торе у нас написано, что Всевышний опустился там и говорил с Авраамом перед тем, как уничтожить дом. И также, когда они там закончили торговаться, вернее, торговался Авраамом, Бог ему вступал и поднялся Всевышний от Авраама. Есть глаголы восхождение и исхождение. Они употребляются в переносном значении, указываются ответственно на повышение и понижение статуса, близок к человеку Всевышнему или далекому. И этот статус может быть или социальный, или философский. Кроме того, о восхождении говорится, когда мысль обращается на высокий предмет. О нисхождении, в противоположном случае, как думаем о чем-то материальном. Применительно к Богу, нисхождение означает проявление в материальном мире. Написано перед Авраамомской башней, Всевышний говорит, нырда, воеда. Спустимся и узнаем. Вроде как расследован. Раши приводит мысль Медрашаба, что Всевышний, абсолютная справедливость, даже зная, какие там проблемы были в Авраамомской башне, он все равно дает им шанс оправдаться, любому человеку не знает шанс оправдаться. Нужно все тщательно расследовать, дать человеку высказать, даже если он не прав. Поэтому Всевышний спускается, хотя он, конечно же, знает, что там происходит. Применительно к Богу, нисхождение означает проявление в материальном мире, восхождение, прекращение такого появления. Особая тема здесь, в скобках, не сейчас. Восхождение Моисея к Богу на горе Синай. Окей, запомним эту точку. Глава 11. Восседание. Так у нас есть Всевышний, восседает на троне. Или Всевышний, значит, восседает на облаках. Всевышний, восседает на небе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, дальше он там делает справедливость, согласно псалмам и справедливых суд. Восседание метафорически означает напрочный и неизменный статус. То есть есть абсолютный, приветствую, доктор Перец, значит, восседание Всевышнего указывает на прочный незыблемый статус. В этом смысле говорится восседании Бога незыблемость абсолютного бытия, что наше бытие, наше существование в мире, оно опирается на существование Всевышнего. Поэтому за мир можно быть спокойным, как это ни странно звучит, в целом. И это противоположность изменчивости материального мира. То есть материальный мир наш постоянно меняется. Даже сейчас мы видим, как за полгода мир довольно сильно изменился. Последние полгода это пример изменения материального мира, в то время как мир Всевышнего, он абсолютный и он не меняется. Глава 12. Встань, Всевышний, может быть, он там лежит, спит, телевизор смотрит. Ответ применительно к Богу означает исполнение обещания на переговоры. Глава 13. Глагол «Амод» – стоять. Одно из значений глагола «Амод» – оставаться, сохраняться, пребывать неизменным. Обратите внимание, что простые смыслы всех этих юридических слов относятся к людям или к материальному миру в целом. Обратите внимание, как в каждой главе Рам вам объясняет метаферическое, переносное, иносказательное, иногда довольно далекое, значение, как, например, престол – это храм в Иерусалиме, не больше и меньше. Абсолютно нетривиальная, непрямая линия. Итак, одно из значений слова, глагол «Амод» – стоять, оставаться, сохраняться, пребывать неизменным. Значит, написано, что Всевышний выводил евреев из Египта в виде двух столбов. Столб огненный и столб дыма. Значит, и вот это вот «Амод», то есть нам кажется, что великое чудо, действительно, нарушение законов природы, Раба говорит, ну-ну-ну, это как раз божественная стабильность и абсолютность. И в этом значении оно применяется к Богу, что Бог не изменен. Он применяется к Богу, к Его атрибутам и к Его действиям. И здесь интересно, опять-таки, в скобках написано, что Моисей, тем же самым словом, стоял, Амад, перед Всевышним и Герой Синай. Вопрос, осталось ли это на Моисея. Ведь мы знаем, что он был через его плоти материальным. И, значит, это противоречие. Увидим. Глава 15. Одно из значений глагола «Ницав» – стоять вертикально, быть незыблемым и неизменным. Значит, на веки, значит, Всевышний, Твое Слово, стоит на небесах. В этом смысле оно применяется к Богу, что Его Слово незыблемо и неизменно. А не просто вертикально 90 градусов. И в этом… Слиха, мамаша, если будет возможность, есть вопрос, хорошо? Да-да, пожалуйста, я слушаю. Сейчас тут наступит процедура. А кто второй за Евробенс, можно узнать? Я тебе объясню потом. Я понимаю, как получилось. Авра, мы слушаем только, пожалуйста, вопрос, а не дискуссия, обсуждение. То есть, реально, минуту-две. Мы вас очень внимательно слушаем. Авра! Ну, я… Слышно, да? Да, слышно, замечательно. Окей. Значит, я совершенно запутался, потому что я все время слышу то, что лектор постоянно нарушает повеление Всевышнего. Я бы этого хотел бы не слышать, то, что говорите вы. Аж именно. Значит, от Тору 23.13. Там конкретно недвусмысленно написано. Храните все, что я, это значит, вечный так говорит, сказал вам и имени элоимов следующих. Например, как имя русского, русский Бог, Год или Теос, наверное, на греческом. Не упоминайте, не слышится в устах ваших. В ваших устах все время слышатся эти языческие божества. Неужели, когда мы говорим о Творце, нельзя найти слово, которое действительно относится… Вы то говорите Всевышний, то говорите Бог. Так я не пойму, вы о ком говорите? Если Всевышний, имеете в виду того, кто написан, Ильон, то я понимаю. А если вы говорите Бог, то я не понимаю. Я вижу, как вы все время нарушаете это повеление. Простите меня, но мне очень тяжело слушать именно… Я понимаю, вы находитесь где-то там в Мадриде, да? Но если бы вы были в Израиле и говорили бы на иврите, у вас бы этого слова просто не было. Окей. Я думаю, Зеев Рубинс, который не находится в Мадриде, он понял вопрос. Если можно, Зеев Рубинс, соотнестись, если нет, то отнесем это на конец занятия. Окей? Пожалуйста, следите за этим, потому что… Аврам, мы поняли. Следите за этим, потому что я иудей, я не хочу, чтобы мой брат иудей… Аврам, 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 Шнея, Аврам, Шнея, мы поняли, Аврам, мы поняли. Окей. Тут в вопросе было два вопроса. Первое. Храните все, что я вам дал, относится к западням, к митцву, к практическому соблюдению. Посмотрите комментарии на это место, это первое. Второе. Значит, нас в Мадриде, конечно, я понимаю, евреи не такое, как в земле Израиля, но, тем не менее, значит, мы уже говорили, опять-таки, что Бог, Всевышний и так далее, это все синонимы одного и того же. Поэтому, опять-таки, я повторяю, согласно Медрошу, у Всевышнего есть 70, есть другая версия, 71 имя. Окей? Они, опять-таки, подчеркивают, может быть, иногда разные вещи, но принципиально между ними для иллюстрации на наших уроках это не проблема их заменять. Опять-таки, Писание, конечно, тотчайшим образом говорит, что когда написано Господь, это одно, когда написано Бог, это другое, а когда будет словосочетание Господь-Бог, это даже будет третье и так далее, и так далее. Поэтому, несомненно, эти слова несут разные оттенки, я согласен, но принципиально, опять-таки, мы здесь, может быть, не все юдеи, тут даже евреи иногда бывают в нашем уроке, ибны ноах наши из разных стран мира, но в любом случае, опять-таки, на нашем уровне, на простом уровне, мы, люди, которые не изучаем кабалу, то разницы на самом деле, по большому счету, нет. Она есть, если мы будем вдаваться учиться на уровне, там, Медроша или кабалу. Окей. Поехали дальше. Дальше. Глава 16. Слово цур, скала. Кстати, одно из имен Всевышнего или Бога. Цур тоже одно из имен Бога, да. Слово скала, среди прочего, означает и месторождение на физическом уровне. Отсюда переносное значение слова, источник, первоначало, в котором оно применяется к Богу. И это то, что мы говорим на похоронах от цур, томим, пауло, что Бог, он вот честно и искренне действует во всей нашей жизни, включая смерть. И в этой молитве Бог называется цур, да, скала. Это тоже одно из его имен. Моисею повелено утвердиться в Веницавта на скале, то есть утвердиться в созерцании Бога, источника всего сущего. Опять-таки, мы знаем историю, там, из-за которой Моисей вроде как, из-за которой не вошел в Израиль, там, со скалой, с водой, и с посохом, да. Поэтому, опять-таки, есть связь. Это одно из имен Всевышнего. Опять-таки, для материального, для человека цур – это скала, для мира духовного – это одно из имен Всевышнего. Глава 18. Глаголы, описывающие приближение и прикосновение действия, имеют, суди прочего, значение сближения, уподобления, торжествения разма с турбетом постижения. В смысле Бога имеется в виду близость к Богу тех, кто его познает. Опять-таки, мы говорим, да, как приближиться к Всевышнему, ведь он нематериален, нет какой-то точки специфической. Поэтому, опять-таки, уже Тора дает ответ, вот эти вот 13 принципов обрестного милосердия, которые, кстати, Рамба, мы увидим, но потом очень интересно их комментирует, что, говорит, из 13 принципов обрестного милосердия, 12 говорят о милосердии и только одно о наказании, тот, который там карает до х поколений. Поэтому мы увидим, что основная, значит, по Рамбову, комментарий на это место, основная суть Всевышнего, это милосердие, благотерпение. Окей. Глава 19, слово «мале», мы очень часто говорим, «милоку лярец кладо», «слава его, значит, полна вся земля». Сегодня в Израиле, для тех, кто не в Мадриде живет, значит, там был спор недавно в суде, «милоку лярец мишпад» или нет, вся ли земля полна судом, все ли подсудно, окей, это в скобках. В любом случае, вот это вот слово «быть полным» употребляется в смысле полноцы достоинства оттяжения предела совершенства. То есть, относительно Всевышнего, это вот предел совершенства. Для нас полнота – это полный стакан воды, но для Всевышнего – это полное совершенство. Поэтому это и есть толкование стиха «полна земля, слава его, и слава Господня наполнила скиги». То есть, это абсолютное совершенство. Слава 20, глаголы «рам-венеса» – «возвыситься, быть великим». «Рам-возвыситься, быть высоким» – тоже одно из имен Всевышнего. Применительно к Богу выражает идею величия, могущества, высоты, достоинства. Все подобные атрибуты есть нечто отличное в высущности. Итак, это тоже вот ответ, то, что вы спросили. Опять-таки, вот эти вот все слова «всевышний», «привечный», «долготерпимый», и так далее. Это атрибуты, божественные атрибуты, которые неотделимы от его сущности, и поэтому их можно применять к Всевышнему. Опять-таки, нужно действительно внимательно слить, чтобы их не путать, но принципиально они подчеркивают одно и то же. То есть, опять-таки, мы не пошли по пути, вон, как мы учили на прошлом уроке, что разделили разные атрибуты на разные виды божественности. Глава 21, глагол «амад», мы смотрели в главе не так давно, значит, глава 13, что глагол «стоять», «оставаться», «быть неизменным» — это с одной стороны, а с другой стороны, глагол «амад» — «проходить», «переходить», «проходить мира» — это тот же самый глагол означает совершенно другое. Одно может описывать нисхождение божественного сияния и шхины, божественное присутствие, созерцаемо прочеством видения. Это вот то, что пророки видели, как к ним что-то спускается. И различные толкования с фразой «шмо 34,6» отвел Господь от лика своего. Да? И провел Господь свою шхину перед его лицом. И голос Бога прошел перед ним и так далее. Да? И мы говорили о подходе вот Таргума, Тиргум Шевим, перевод 70, к устранению антропомофизма. То есть у нас, я упоминал подход Онкелуса, празелита, относительно антропомофизма. Есть немножко другой путь перевод 70 в начале, в середине второго храма. Глава 22. Глагол «ба» — «приходить», «переносмос», если может оказать насуществление божественного предназначения и явления божественного присутствия. Да? То есть может человек приходить, это человеческое действие, а в контексте Бога это осуществление божественного предначертания, осуществление божественной воли. Наш Гаха против. Глава 23. «ЕЦея» — «выход», да? «И я выйду и пройду там по всем зоегипетски», да? Например. Метафорически означает проявление обнаружения скрытого. В этом смысле может относиться к явлению божественных деяний и повелений. И слова Писания, что Бог творит и действует в нашем мире, отдавая повеление, нечистоя оно как фигуральное выражение, основное сравнение Бога с земным царем. Это очень важная мысль. Ее постоянно придерживаются Медраш и наши мудрецы. Чтобы понять нам пути божественности, Медраш постоянно сравнивает «Мелех Малхем Лахим царь царей» с «Мелех Басар Вадам» «Царь из крови и плоти». «Царь из крови и плоти» делает так, а «Царь царей» делает не так. Ну, например, есть истории про то, как Онкелуса пытались арестовать за то, что прошел Гьюр. Его дядя император римский послал солдат. Сказал им под конец «Не разговаривайте с ним, он всех вас в Гьюр переводит без того, чтобы даже соображать. Он такой хитрый еврей, изощренный иудей». И под конец написано, что его арестовала третья группа. Он с ними не говорил, поцеловал Мизузу на выходе, спросил его «Что это?» Он сказал «Мизуза!» Спросили ему «Что это?» Он сказал «Ну, это, говорит, не так, как у царей. А принято у царя из плоти и крови, что царь во дворце, а охрана из людей вокруг. У царя царей ровно наоборот, плоть и кровь. Мы люди внутри, и царь царей нас охраняет». То есть, вот пример классического противоставления царя царей и царя из плоти и крови. И это то, что пишет нам Рамбом, что фигуральные выражения основаны на сравнении Бога царя царей с земным царем. На самом же деле Бог вершит все последствия одной только воли. Это вот воля Ницше, это вот абсолютная воля, это то, что мы читали на первых уроках про вот эти вот пять идеологий, пять разных партий относительно Ажгахи Пратит, Божественного управления миром, что все только Божественная воля, вопрос, как мы воспринимаем и как мы ее понимаем. Соответственно, указанному значению выхода Бога и возвращения приобретает переносный смысл прекращения, удаления из мира Божественной Действии Ленины. Пойду я, возвращусь в место свое, указывает на удаление Ажгены, прекращение Божественного покровительства. Это вот то, что Йов обвиняет Всевышнего, мы это читали в книге, что Бог удалился от него и снял с него Божественное покровительство сущностей в том, что Сатан обвиняет Бога в самом начале первой главе. Ведь не зря Йов тебе служит, ведь ты закрыл его, прикрыл своим таким Божественным зонтиком, словил дела руки и так далее, и так далее, и так далее. Глава 24 Халиха Хождение Ходьба применительно к Богу, да, значит, и пошел Господь и пришел, да, может указывать как на распространение явления в мире Божественного повеления, так как и на прекращение ухода его из мира проведения. Идти за Богом означает следовать пути добродетеля. То есть идти Божественными путями это идти путями добра. И это в конечном итоге то, что формулирует Медраж Раба, который говорит, так как Бога нельзя увидеть, не сказали лицезреть, Бога это интеллектуальное лицезрение. И так как Богу нельзя прикоснуться, так как Он нематериален, то что же значит приблиться к Богу? Идти по его путям, что Он добр, так и ты будь добр, что Он прощает, так и ты прощай, что Он навещает больных, так и ты навещай больных, да, и так далее, и так далее, и так далее, то есть мы учимся из поведения, действия божественного, да, то же самое относительно к себе, поэтому идти за Богом, идти божественными путями, это вот копия божественности. Глава 25, глагол Шахен, обитать, Шхена отсюда, применительно к Богу, указывает на постоянство присутствия Шхены, божественного сотворенного света в определенном месте, например, переносная скиня в пустыне или первый-вторый храм, или постоянство действия проведения, да, что проведение не покидает этот мир, что все не случайно, в отличие от Эпикура и первой греческой школы, направлены определенные объекты. Глава 28, регель нога, да, мы говорим и будет, мы читали пророчество Захария, будет стоять, значит, нога Всевышнего в тот день, я зачитывал прочество, среди прочего, означает следствие, о как, стих, и стоять будут ноги в тот день на Масличной горе, о, это цитата из Захарии, которую мы читали несколько роков назад, означает, явятся чудеса, которые будут следствием его воли, вот это воля, абсолютная воля, Ашгаха, в армейском переводе пророков, приписанном Янатану Бенюзеля, есть перевод Янатану Бенюзеля, с ивритом на армейский, это стих передан, как, явится он в могуществе своем на Масличной горе, обратите внимание, что нога исчезает, то есть, написано на иврите, на прямом смысле, не на мадридском иврите, на настоящем иврите, значит, написано, да, и будет стоять ноги его в Третье Масличной горе, и уже первый период Янатану Бенюзеля, который намного раньше перевода Онкелоса, говорит, явится он в могуществе на Масличной горе, поэтому это, что Рамм говорит, следствие, что он явится, а в стихе под ногами его, как будто нечто сделать из децентрального хрусталя, это описание престола Всевышнего, да, из пророка, Онкелос переводит под его ногами, как под престолом славы его, снова, Онкелоса по своему пути, он убирает все антропоморфизмы и переводит по смыслу, а не буквально, это то, что мы уже видели, согласно предложенному вышелкованию, под ногами его, означает, является следствием его, так как Всевышний открывает себя людям на Масличной горе, приходит к мессии и так далее, то все остальное уже следствие. Нечто сделанное из бесцветного хрусталя изначально означает бескачественную первоматерию, окей, первоматерия это отдельная тема, посмотрим, что Рамбом про нее пишет. глава 29, значение глагола эльцева огорчать, написано, что когда Всевышний вел потоп, митяцев, ашем белибо, шебара это Адам, значит, написано, что Господь, не Бог, Господь, категория милосердия, соскорбел сердце своем, пожалел, пожалел сествером, шостворил человека, отсюда вытекает, что вроде как он ошибся, на человека были ставки, ставки рухнули, человек себя вел плохо, не оправдал, вроде как вытекает, что Всевышний не знал, что будет в будущем, несовершенство, не абсолютное знание. Так вот, два толкования фразы Ваэт Яцев буквально воскорбел в сердце, он пожалел. Первое, и осудил человечество на погибы, это в контексте потопа, то, что написано, в сердце своем, не сообщив никому, кроме Ноаха, второй Ваэт Яцев, он был пренебрегаем в сердце своем, что касалось и воли, люди соблюдали его волю, и это огорчает, как бы Всевышний. Глава 30, Ахоль, кушать, есть, обычно мы говорим, ну Господи, что там сложного, поел, каково просто слово, однако, один из пектов, обозначаемый действия, уничтожение пищи, мы это знаем по человеку, отсюда переносное значение уничтожения вообще, и в этом именно, в переносном смысле, говорится, ибо Господь, Бог твой, есть огонь пожирающий, Ашем, Эш, Ох, Ла, Господь, огонь пожирающий, да, то есть, он не пожирает, в смысле, он наглядается, насыщается, а он уничтожающий, другой аспект, поддержание жизни, ровно наоборот, и в этом смысле, применяется к постижению мудрости, поддерживающим истинное бытие человека, очень часто мы видим, слово наевритие употребляется в трёмом смысле, и ровно в обратном смысле, мы видели у Йова, и моя жена говорит, благослови Господа и умри, то есть, простой перевод, благослови Господа, на самом деле, прокляни его и умри, у тебя всё плохо, поэтому, разница там, благослови проклятие, уже почти ничего нет, но традиционный перевод, прокляни Господа, глава 31, да, значит, мы говорили, что каждый человек имеет свою меру постижения, да, мы говорили, что причина заблуждений их четыре, я это уже упоминал, окей, коротко, каждый человек имеет меру свою постижения, есть вещи, принципиально постижимые для любой человеческого существа, да, и согласно Александру Фродисийскому, знаменитый комментатор Аристотеля, люди впадают в заблуждение по трём причинам, сейчас рамбом даст четвёртую, из-за стремления к первенству споря, победить любой ценой, неважно, правда, неправда, второе, из-за трудности предмета, предмет трудный, поэтому люди спорят, как, например, сегодня, по разным темам, из-за собственного неверности, человек думает, что он знает, он не знает, Александр не помил четвёртую причину, особенно актуальную, в настоящее время, что же про нас говорить, инерцию привычных, по привычке, да, мы говорили, что одна из причин, к которым Писание приводит антропоморфизм, это инерция людей, костность мышления, привычка, именно в этом причин источник антропоморфных воззрений простонародья, окей, ещё несколько глав, ещё несколько глав, это верительское слово по ним, лицо, у нас там есть лицо Всевышнего, да, перед лицом Всевышнего, да, что это такое вообще, выражение его использующее, первое, гнев, например, в стихе, лицо Господне против творящих злов, что Господь обратит свое лицо против злодеев, второе, лично неопределённое, ничем присутствие, в частности выражение, говорил Господь с Моисеем, лицом к лицу, то есть, алгоритм, дарил напрямую без посредника, второе это объяснено, третье, перед лицом, в непосредственной близости, недалеко, а очень близко, этому толкование следовал Лонкилос, переводя, а лицо мое не будет, видимо, да, когда Моисей спросил, покажи мне славу, поговорим это, Рамбом пишет отдельную главу, только на это выражение, покажи мне славу свою, так что, передо мной не будет видно, он, разумел, здесь определённые интеллекты, отдалённые интеллекты, то есть, активные интеллекты, отдалённые, которые находятся перед Господом, в смысле, что на них постоянно направлено проведение, это вот то, что мы говорили, Рамбом приводит, пятое мнение о Ашгахе Пратит, Божественном управлении миром, что тот, кто постигает Всевышнего больше, и Всевышнего больше внимания обращает, больше защищает, да больше Ашгаха Пратит, это вот вроде как немножко было с Йовом до определённого момента. Следующий смысл четвёртый, Лифним означает прежде, в начале времени, опять-таки, на иврите, по ним это лицо, Лефаним, можно сказать, Лифней, это вдруг обнаруживает временную структуру, прежде, в начале, пятое, обращать лицо к кому-то, быть лицеприятным, проявлять внимание, и в этом смысле, говорится, оборотит Господь лицо твое к тебе. Таким образом, Рамбом здесь насчитывает пять смыслов вот этого вот выражения лица, одного времени, четвёртое, все остальные метаферические. Тридцать восемь, Ахор, спина, тыл, задняя сторона, с этим корнем, связанным предлог, выражающий отношения, следований во время и тому подобное. Идти за кем-либо означает следовать, подражать, повиноваться, зависеть. Соответственно, ты видишь меня сзади, это то, что Всевышний ответил Моисею, лица моего, ты не увидишь, но и ранее, Адам Вахай, не может меня увидеть живого человека и выжить, не умереть. Ты увидишь меня сзади, да, помните, мы говорили на прошлом уроке, что Моше попросил в своем, значит, мозгу, в своем врабжении полностью отделить Всевышний от всех, что даже как со спины узнаешь человека со других спин, ты увидишь меня сзади, означает, ты постигнешь то, что следует за мной, уподобляется мне, что необходимо проистекает из моей воли, что необходимо проистекает из моей воли. Это важное выражение. Глава 39. Среди значений слова сердца, да, вот там сердца Всевышнего и так далее, мысль, мнение, волнение, интеллект, любимое выражение Рамбома, Сехель. Большинство стихов, где говорится о сердце по отношению к Богу, подозревает последнее значение интеллект. То есть, грубо говоря, нужно заменять автоматически сердце Всевышнего словом интеллект. В других выражениях это означает волю, о, это вот воля, которая творит и поддерживает наш мир, как, например, который по сердцу моему, по душе моей поступать будет. Означает, человек, который будет поступать по воле моей. Фраза, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, это как уж твое сердце, материальное, человеческое, означает, все свои действия совершаемые посредством телесных сил. Все исходят из телесного сердца, ты должен посвятить стремлению к нему. Всевышнего. Глава 40, значение слова руах. Первое, стихия воздуха, второе, ветер, третье, дух жизни, четвертое, бессмертная основа человека, это вот та часть души, которая не умирает, да, мы говорили про Йова, что сатану было запрещено к ней прикасаться даже. Приобретенный интеллект, о, это вот активный интеллект, предъявлен интеллект, любимое выражение Рамбама. Пять, имманация божественного разума, нисходящая на пророков. Шесть, воля, снова та же божественная воля, снова вернулись туда же, примитивно к Богу, всегда подразумевается либо пятое, вайталай руах, Ашем, был на мне Дух Господень, да, как приют Рамбам Дух Господень, имманация божественного разума, нисходящая на пророков. Или шестое выражение, воля, была на мне божественная воля. Глава 41, значение душа нефеш, душа, животная душа, мы знаем у человека, у животных разум, у человека, да, часть души называется нефеш, на Пакабале, бессмертная душа, это часть, которая остается после смерти, опять-таки, воля. Примитивно к Богу, вы уже догадались, тот же самый ответ, что в прошлой главе, всегда подразумевается последнее значение, примитивно, к Богу, нефеш, душа означает воля, божественная воля, ничем не ограничена. Глава 43, метафирические понятия, канав, крыло, есть выражение, когда, зайти под крылья божественного присутствия, ну, кроме того, мы уже поняли, что у Бога нет крыльев, да, что же такое войти под крылья, край, сокрытие, покровительство, под крыльями Бога, о, это выражение есть, означает под его покровительство, это то, что говорит, Сатан говорил, Йову, ведь ты покровительствуешь, он не просто так, тебе служит. Про Серафима, в ведении ее, Исаии, говорится, двумя крыльями прикрывает он лицо свое, причина его существования сокрыта, это в ангеле, двумя крыльями прикрывает он ноги и слои, влияние, исходящее от него на низший мир, также довольно трудно постижимо, сказано же в этом стихе, и двумя крыльями летают, у него там шесть крыльев, будет в 49 главе объяснено, значение слова Айн, водный источник глаз наблюдения, есть там божественный глаз в той, в последнем наблюдении, в переносном значении, оно употребляется по отношению к Богу, в смысле наблюдения, указан на его проведение, сочетание типа, «Открой, Господь, очи твои возри», цитата из псалмов, «глаза его видят» и так далее, цитата из псалмов, подозвать интеллектуальное постижение, а не чувственное восприятие, Бог все знает, мы говорим, что Йов быстро обходит к выводу, что Бог знает все, что с ним произошло, проблема, почему с ним прошло, что произошло, но быстро отвергается версия, что Бог чего-то не знает, поэтому ему не нужно открывать глаза, он заснул там и что-то пропустил, а там пока какой-то там вирус на земле за последние полгода развился, Бог все знает, поэтому, опять-таки, интеллектуальное постижение, а не чувственное восприятие. 2.45, значение глагола «шма», опять-таки, навредитесь много глаголов услышать, и также много глаголов увидеть, рамбом подмять только глагол «шма», слышать, слушаться, знать, понимать. Выражение вроде «и услышал Бог», молитву там кого-то, просьбу, проблему, как Бог услышал в Египте, означает либо, что ему ведомо происходящее, он про это знает, еще одно значение, третье, либо, что он прислушался к просьбе, согласился ее исполнить, второе значение. То есть, есть первое физическое значение «шма», слушать, это человек услышал, есть слушаться, делать как, соглашаться, есть знать, понимать. Поэтому, опять-таки, Богу не нужно слышать, он знает, что происходит, поэтому мы говорим, что мы молимся для себя, Бог знает о наших потребностях, необходим он нам, мы должны это осознать. И поэтому вопрос, согласен ли он принять нашу просьбу, это совершенно другой вопрос, это вопрос его воли, это вопрос, мы говорили, ажгаха против. Это совершенно другой вопрос, как работает пути молитвы и божественного руководства. Глава 48, выражение типа «и услышал Господь», то же самое выражение 45-й главы, он переводит, «было услышано перед Господом», в смысле «Господь узнал». Если же вещь идет о молитве, Анкилус переводит «Господь принял», это, опять-таки, вот второе значение, послушался, согласился, и тому подобное. Обороты вроде «и увидел Господь», он, однако, здесь интересные исключения, он переводит дословно «и увидел», в отличие от остальных, которые будут иносказательны, по-видимому, по той причине, что соответствует арамейский глагол «хаза», ивритский «ра» имеет также и значение постижения. Дело в том, что, в отличие от иврита, хотя в иврите тоже есть лирот «видеть» и лирот «бояться Всевышнего». Вот этот страх Божий, «гираташе», да, то есть человек настолько видит, видит далеко и правильно, что боится Всевышнего, да, написано про Ицхака, что написано, что он плохо видел, есть масса объяснений и комментариев, что он прекрасно видел, он не хотел видеть, ему наш материальный мир был неинтересен, не поволновал духовный мир, что будет дальше и в будущем, и так далее. Поэтому он немножко пренебрегал материальным миром, смотрел вдаль, и поэтому, опять-таки, это вот видение, это вот постижение, понимание. Существует несколько исключений, когда Онкелус передает указанное выражение, как и открыто было перед Богом, возможно, чтобы избежать дословного перевода, потому что речь идет о грехе или бедстве, это вот какие бедства, это евреи в Египте, а глагол хазами это отношение попущения, согласия с азербцами. Те немногие случаи, когда Онкелус переводит напрямую увидел, и тогда это объяснение, подходит, могут объясняться ошибками переводчиков. Окей, на этом мы остановимся, да, поэтому мы видим, опять-таки, что Рамбам пол первой книги Мураневых им, пол первой части, удивля забудших, не ленится, и написал массу глав, тут почти 50 глав, я остановился на 48 главе, почти все они говорили вот о переносном значении всех вот этих вот эпитетов к Всевышнему, то ли это рука, то ли это нога, то ли это глаз, то ли это поднялся, опустился, то ли услышал, увидел, и так далее, и так далее, и так далее. Опять-таки, это только начало понимания Торы, да, что это иносказательно, что это не напрямую, здесь Рамбам, как говорится, отрицает, что неправильно, во второй книге Мураневых им, во второй части, и в третьей, он скажет, какое мнение его правильного понимать, что же следует понимать под этим, поэтому сначала Рамбам отсекает неправильные понимания, к химический, равенский путь, приводится, какая-то мысль неправильно отвергается, так как Рамбам приводил Мутакали, им, исламских этих вот рационалистов, чтобы только опровергнуть, приводил их мнение, чтобы его опровергнуть, и поэтому на следующем уроке мы будем вот уже заниматься вплотную и напрямую темой, что человек-то совершен по образу и подобию всевышнего. Это вопрос Тани, который я не забыл, это все было введение в вопросу Тани. В следующем уроке. Ваши вопросы, дамы и господа? Сложная процедура. Дико извиняюсь, мы сейчас где находимся, просто сейчас уже сумасшедший дом начинается. Да, мы сейчас, мы закончили наш урок на сегодня. Следующий урок во вторник, все самое время, послезавтра, мы будем рассуждать тему,